На шею отдельный раздел, посмотрите эту красоту. Конечно, драматику порой завидуют, потому что носить вот этот авангард, вот это вот что-то необычайное, какое-то космическое, геометрическое, такое, как будто из какой-то истории из будущего, да, гости из будущего такая. Конечно, это могут себе позволить только драматические доминанты. Причем я сейчас говорю не о чистых драматиках, а обо всех смешанных типажах, которые имеют драматическую доминанту лица. Но есть небольшое уточнение. Ваша драматическая доминанта лица, если вы типаж смешанный, может иметь масштабность и среднюю, и мелкую, в отличие от чистого драматика. То есть то, что нам Регина демонстрирует, безусловно, это украшение крупной масштабности, потому что мы говорим о чистом драматике. Там неоткуда бы взяться мелкой, так сказать, детализации, вообще мелкой масштабности неоткуда бы взяться. А вот в случае присмешения с более мелким типажом, мы можем говорить о том, что вполне реально встретить драматическую доминанту с некрупной масштабностью. Тогда все то же самое мы должны сделать немного мельче. Ровно настолько мельче, насколько мельче масштабность конкретного реального человека. Она может быть и средней, и мелкой. Заметьте, то есть драматическая доминанта может в смешанном типаже соединиться еще и с мелкой масштабностью. Вот такие чудеса. Отсюда и разнообразие, которое ждет нас, когда мы выходим с вами на улицу, сколько разных лиц мы встречаем, какие все интересные. И не повторяется природа. Вот потому что множество вот этих переменных в каждом случае, они по-своему заполняются своими решениями. Естественно, продолжим разговор уже, посмотрев на платки палантины манишки. Посмотрите, есть примеры и антипримеры. Галочка у нас обозначает пример. Крестик – антипример. То есть мы здесь видим, как, собственно, можно в этой теме развернуться. И очень важно постоянно клиенту пояснять. Антипример заключается в том, что то-то, то-то, то-то. Вот поверьте мне, дорогие дамы-стилисты, лишним никогда не бывает. Даже если вы думаете прокомментировать эти фотографии или не прокомментировать, всегда старайтесь прокомментировать. А если есть возможность еще индивидуально про каждую пару слов сказать, это еще лучше закрепляет материал. Потому что клиент, не имея нашей базы в голове, он может это интерпретировать как угодно. То есть если нету комментария, ему очень бывает сложно. Материал.